Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, а это значит, что сегодня в вашей жизни будет что-то вкусное. Я приготовлю для вас, ну а вы уже приготовите там для своей семьи, например, нежное куриное мясо по-французски и грибной салатик. Сегодня полноценный ужин. Сначала мы подготовим курицу. У меня здесь и куриное филе, и куриные бедра. Куриные бедра будут как бы в мясном блюде, а куриное филе я использую для салата. Как я и говорил, у меня куриные бедрышки, уже без косточки, без кожи. И одно куриное филе. Мне для салата хватит этого куриного филе, я с ним ничего делать не буду, я просто закину в кипящую воду. Потому что я варю не бульон, а варю именно продукт, поэтому быстро корочка схватится и лишнее не уйдет в воду. Варится куриная грудка будет, ну, минут 15. Я немножко огонь уменьшаю, и пускай себе варится. Никакой соли, все остальное будет уже в салате сделано. Просто куриная грудка. Также отварим яйца, зальем холодной водой. Яйца после закипания варим около 9 минут, они будут вкрутую. А с бедрышек я сниму всякие вот эти вот жилки какие-то, да, которые мне попадутся, может быть лишний жир. Мне это не нужно. Мне нужен просто распластанный кусок мяса. Как это, крупный какой-то сустав попался. В последнее время стали халтурить они что-то при разделке. Бедер стали попадаться, жилы. Я немножко отобью куриное мясо для того, чтобы не мягким его сделать, а для того, чтобы выровнять просто в пласт. Вот, видите, оно довольно ровно получилось у меня. Соответственно, равномерно прожарится, пропечется. Кусочки курицы немножко я перчу и посолю, естественно, тоже. Посолю с двух сторон. У меня на канале уже есть мясо по-французски. Довольно просматриваемый рецепт. Люди любят этот рецепт, потому что действительно классный. И в том числе он классный за счет того, что мясо перед тем, как запекать, я его немножко обжаривал там. Здесь я поступлю точно так же. Немножечко не до готовности, а так до легкой корочки обжарим куриные бедра. По чуть-чуть с двух сторон. Буквально по минутке, вот, чтобы корочка такая образовалась. И все, чуть-чуть поджарили и снимаем курочку. Сковородка нам еще пригодится, поэтому масло не сливайте. Одна из проблем этих блюд, запеченных в стиле по-французски, это порой недоготовленная картошка. Поэтому для этого блюда я люблю все полуприготовить. Вот серьезно, попробуйте сделать так, и всегда будет гарантированно классно. Картошку очищаем, нарезаем и чуть-чуть подвариваем. Картофан нарезаем сразу на те кусочки, которые у нас будут в нашей запеканке. Я довольно крупненько. Закидываем. Буквально, давайте, минут 10 чуть-чуть она подварится. И уже будем формировать блюдо. А пока займемся луком. Лук всему голова, его должно быть много в этом блюде. Нарежем лучок полукольцами. Можно четверть кольцами, как хотите. А, одну луковицу я четверть кольцами долбанул. Вот так вот, можно еще немножко его вот так измельчить. Хороший, сочный, мощный лучок. Я лук, перед тем, как выкладывать все это на мясо или на картошку, я его сначала заправляю майонезом. Получается такая луково-майонезная шапочка, она божественная. Это прекрасно, ребята, это очень вкусно. Я использую сегодня майонез нашего спонсора. Это майонез Ряба Фермерский рецепт. Производится он по уникальному рецепту с добавлением молока и деревенских желтков. Благодаря этому рецепту у него такой сливочно-молочный вкус и классная густая консистенция. В общем, этим майонезом мы заправляем лучок. Купить майонез не проблема. Я его купил в пятерочке, ребята. В каждом городе есть пятерочка. Так, добавляем. Смотрите, какой он желтый, видите, прям цвет бомбический. Также в этот замес я добавляю половину сыра, которая положена по рецепту. Ну, у нас сверху еще будет сыр, но и внутри будет сыр тоже. Это прекрасно. Попробуйте это сделать именно так, не слоями, как обычно это принято. То есть там все поочередно сделать. А сразу замесите вместе с майонезом, луком, сыром, и вы поймете, в чем фишка. Вы поймете, что так гораздо вкуснее. Картошка подварилась, можно снять. На дно формы я добавляю майонеза. В майонезе много растительного масла, поэтому это отличное решение. Выкладываем вниз картошку. Я вниз всегда выкладываю картошку, она чуть-чуть подостыла. Ну, помимо того, что она подварилась, я еще вот так вот все вместе перемешаю, чтобы картошечка тоже была обвалена в майонезе. И ровным слоем распределю по дну. Теперь сверху картошки, я всегда делаю именно в такой последовательности, я выкладываю мясо. То есть все соки, которые будут стекать с мяса, они никуда не денутся, они уйдут во вкус картошки. Вот в этом принцип, в этом приколюха этого рецепта. И сверху на каждый кусочек, либо просто рандомно прям заваливаем вот эту вот вкуснятину. Лук, майонез и сыр. Все, мне кажется, мы достойно справились с этой задачей. И сверху еще так припорошим слегка сырком. Много не надо, потому что у нас там есть сыр. Так просто, чтобы корочка образовалась. Отправляем в духовку. 180-190-200 градусов примерно полчаса. Пока курица в духовке, мы займемся салатом. Нарежем лучок и грибочки, тип как поджульен. Возьмем половину луковицы и на четверть кольца. Морковку натираем на терке. Сначала обжарим немного лучок. Пару минут пожарим лук и добавим морковь. Еще минутку пожарим лук вместе с морковью. Ну да, мы в принципе делаем зажарку для борща, но нет, это салат. Это будет вкусный, теплый салат с грибами. И выкладываем грибочки. Обжариваем до готовности грибов, то есть когда вся влага испарится, значит у нас все готово. Вот эти темные шампиньоны очень, кстати, вкусно пахнут, в отличие от белых. Рекомендую их покупать. Все, минут за 10 у нас все пожарилось. Забираем это и пока остужаем. Нарежем куриную грудку. Она, естественно, подостыла. Я куриное мясо нарезаю на кубики. Можно нарвать на волокна, как хотите. Я обычно рву на волокна, но тут вот так вот решу. Также поступаем с яйцами, меленько рубим. Яйца тоже остыли, если что. Но я думаю, что вы все понимаете и так, да? Мне не надо вам объяснять. Ну что ж, давайте уже смешаем этот салатик. И как раз у нас доготовится курица. Его можно и тепленьким есть, можно и остывшим. Он по-любому будет вкусный. И немножко сыра. У меня осталось еще сыра. И он тоже сюда очень даже зайдет. Добавляем кукурузу. И, конечно же, майонез. Ребята, ну без майонеза наша жизнь была бы скучной. Согласитесь. Я, как самопровозглашенный король мазика, я точно знаю. Майонез, он сочетается с чем угодно. И с горячими, и с холодными закусками. Вот как я сейчас использовал. И там, и там, да? Все перемешиваем. Друзья мои, и сейчас у Рябы проходит новогодняя акция. Поэтому в описании к ролику будет ссылочка, по которой вы сможете ознакомиться и с продукцией Ряба. И поучаствовать в интересной акции. А тем временем у нас готов полноценный ужин. Курочка нежная по-французски тоже готова. Смотрите. Смотрите, какая чудесная красота. Так. Давайте наш праздничный салатик в праздничной розочке. Back in USSR такой, да? Ничего, зато душевно. Согласитесь. Согласитесь, салатик в такой подаче, это очень душевно. Шикардос. Картина будет неполная, если я какую-нибудь зеленуху сверху. У меня бабушка так всегда делает. Класс. Так, ну давайте как-нибудь попробуем. Все, за время успело, естественно, приготовиться. Вот. Оп, оп. Вау, 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 вау. Ну и картошечка, картошечка, естественно, тоже уходит. Уходит в блюда. Ну что, друзья. Классика, классика. Как же я люблю такие рецепты. Ну что, курица, несомненно, пропеклась. При этом она не потеряла своей влаги, то есть все осталось. А все, что из влаги ушло, оно ушло на картошечку, которая, опять-таки, тоже пропеклась. Посмотрите, прекрасный, прекрасный рецепт. Давайте попробуем. Вот честно признаюсь, я больше люблю курицу в таком стиле, типа по-французски. Но мы все прекрасно понимаем, что по-французски это уже наше название, потому что тут используется майонез, который вроде бы французский соус изначально. Хотя такого распространения, как, наверное, в России, ну нигде нет этого соуса. Пусть это называется по-французски, это не имеет значения. При любых раскладах, вот если сравнивать свинину, например, и курицу, да, мне нравятся больше куриные продукты. Потому что, во-первых, гарантированно мягенько все получается, нежно, здорово. И очень классно сочетается вот этот лук, майонез, сыр, курица. Изумительно. Вот эта сырная шапочка, очень вкусно. Подпеченная картошка. Несомненно, вкусно. Я тут даже... То есть объяснять не надо. Если надо объяснять, то не надо объяснять, как в одной из песен известной группы пелось, да. Я думаю, что все и так все прекрасно понимают. Ну и салатик, этот салат, это тоже классика. Такой теплый, очень сытный, грибной салат со сладким вкусом. Кукуруза, морковка, это создает сладость. Обалденно. Я люблю такие штуки, ничего не могу поделать с собой. Я не то чтобы против ЗОЖ. Ну, скажем так, я на стороне вот этого добра. Полноценный ужин и салат. И полноценное второе блюдо с картошечкой, с гарниром, с мясом, то бишь с курицей. Очень круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно, что еще? Всего вкусного по традиции. Давайте повторять обязательно рецепт. Очень годный. Очень годный. Ай, вкусняшка. Блин, Бруно тут стоит. Ты что, а? Ну, что, Диман, по традиции тебе говорю, бери тарелку. Смор. Пока. Рецепт. Пока. Пока.